Сегодня Сергею Носову представили наброски и модель будущей конструкции моста через Тагильский пруд. Профилактический рейд по эксплуатации газового оборудования сегодня прошел в Нижнем Тагиле. Выявили ли нарушения инспекторы? К чему привела реформа здравоохранения? Тагильские медики и представители областного Минздрава обсудили с главой города накопившиеся проблемы в этой сфере. Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ. Итоговый выпуск новостей. Мои коллеги я, Анна Кизилова, готова рассказать о главных событиях среды. Крупный пожар унес жизнь тагильчанина. Сегодня утром огонь вспыхнул в надворных постройках жилого дома по Большой Галианской улице. Пожар быстро распространился. К моменту прибытия подразделения МЧС дом горел открытым пламенем. Загорелся соседний нежилой дом. Пожар на площади 150 квадратных метров был ликвидирован в 9-15. В тушении были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. При разборке сгоревших конструкций было обнаружено тело 67-летнего мужчины, супруга хозяйки дома. Причина пожара. В настоящее время дознаватели отрабатывают две возможные причины пожара. То есть это либо короткое замыкание, либо неосторожное обращение с огнем. Газовое оборудование в домах тагильчан сегодня проверяли специалисты Госпожнадзора, Газекса и Центра защиты населения. В городе прошел очередной профилактический рейд. На что обращали внимание и есть ли нарушения. Детали далее. Пенсионер Владимир Белохвост газом пользуется почти 20 лет. За это время проблем с жидким топливом не было ни разу, заверяет он. Специалисты Госпожнадзора и Газекса расслабиться не дают. Это неплохо. Маленько как бы нас держать в узделе, как ли это сказать, чтобы был порядок. Это надо. Все равно. Мне это и цели. А так, если человек, ну как, все равно беспокоится о своей безопасности. Так, чтобы только так вот. Сегодня у Владимира Белохвоста инспекторы проверяли верную установку газового котла и мебели по отношению к плите, а также исправность оборудования. По данному дому замечаний нет. Ревизия здесь проходит ежегодно. Собственники следят за газовым оборудованием в должной мере. Изначально, конечно, мы проверяем на соответствие с проектом газификации. То ли оборудование стоит, потому что есть такие моменты, что люди самовольно меняют оборудование. Приходится отключать, естественно, смотрим на безопасность, на все, как поставлено, установлено, чтобы все меры безопасности были соблюдены, чтобы вся автоматика безопасности была исправна. Различные недочеты и нарушения сотрудники Пожнадзора и Газекса искали сегодня не только в частном секторе, но и в многоэтажках. Там особое внимание уделяли газовым колонкам и баллонам, проверяли плиты и вентиляционные каналы. Обращали внимание жильцов на то, что неисправное газовое оборудование нельзя эксплуатировать, нельзя оставлять включенные газовые приборы без присмотра, если это не предусмотрены инструкции. Помимо проверки специалисты раздавали тагильчанам памятки по безопасности при использовании газовых приборов. Но у многих жителей, особенно пожилого возраста, есть и свои памятки. Сегодня в начале рейда серьезных нарушений инспекторы не выявили, но риск остаться без газоснабжения есть у каждого, отмечают они. По неработающим автоматикам это сразу однозначно приостановление подачи газа. Если оборудование неисправное и мы на месте не можем его восстановить, тоже однозначно отключение газа. Вот есть ли какие-то несерьезные замечания, конечно, мы выписываем предписание, люди в дальнейшем уже устраняют их. Ревизия газового оборудования в домах тагильчан проходит ежегодно, говорят в ГАЗЭКСе. По новому 410-му постановлению правительства России теперь раз в год будут проверять квартиры, в которых жильцы пользуются газовыми валонами. Ранее их проверяли раз в три года. Анна Кизилова, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тегил-ТВ. Ни подвесной, ни арочный, ни вантовый, а балочный. Сегодня проектант моста через Нижтагильский пруд «Урал-Гипротранс» показал наброски модель будущей конструкции. Мостовой переход в более чем 400 метров в длину на железобетонных опорах, многоуровневая развязка, клеверный лист на южном подъезде и необычные опоры освещения. Антон Исаев рассмотрел концепт. Вот здесь, на самом узком месте и будет построен мост. Проектанты предлагают сделать его с пролетными строениями из сборного железобетона, по аналогии с мостовым переходом через реку Тагил на улице Фрунзе. Это наиболее дешевый вариант, технологичный, ремонтопригодный и лаконично вписывающийся в ансамбль города. Расстояние между берегами чуть более 300 метров. Четырехполосный мостовой переход растянется на 400 с лишним метров. По проекту будут укреплены берега, засыпана небольшая заводь со стороны Фатеева. Створ мостового перехода будет продолжением Октябрьского проспекта. Вот как мы шли по просеке, так под прямым углом пересекаем кратчайшее место. Под прямым углом узкое место пересекаем, значит створ будет вот там где-то примерно где столб. В зоне строительства окажутся 10 живых домов. Их собственникам предложат либо иные земельные участки, либо денежные компенсации. Уезжать никто не хочет. Никому не хочется уезжать. Ну и все-таки время движется вперед. Этот мост в 36-м году хотели строить, в 67-м тут проходило все. Ну а сейчас уже, наверное, уже точно все сделается. Именно так может выглядеть мост через Нижнетагильский пруд. Это эскизный проект будущего перехода. Как заявил генеральный директор проектной организации, сам мост будет состоять из четырех полос для движения автотранспорта, пешеходных и велосипедных зон. Общая ширина – 30 метров. Минимальная высота над водой – 7 метров. Это стандартный классический мост. И, конечно, самая большая задача проектировщика – придать ему какой-то определенный вид. Поэтому, я думаю, вместе с архитектурой города мы выработаем те основные подходы к дизайну, к серверу моста, который мы сегодня предложили, там вот эти дуги освещения. Это, наверное, украсит мост. Ограждение должно быть красивое. Может быть дополнительная подсветка. Не исключено, что у моста будет ночная и праздничная подсветка, добавляет Владимир Карпенко. Сейчас перед проектировщиками поставлена задача разработать несколько вариантов внешнего облика будущего моста. Проекты будут вынесены на обсуждение тагильчан. Мы выбрали тип моста и предварительная стоимость – где-то 2 миллиарда 300. И в течение месяца они сделают несколько вариантов дизайна моста, архитектурного оформления, где важно прежде всего освещение. Стоит отметить, проект моста включает в себя не только саму конструкцию перехода через пруд. Будет продлен Октябрьский проспект, возведен путепровод над железнодорожными путями и сооружена многоуровневая развязка на соединении с южным подъездом по типу клеверного листа. Общая стоимость проекта – примерно 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Проектная документация с положительным экспертным заключением должна быть готова к августу. Ранее глава города поставила задачу завершить строительство моста к сентябрю 2021 года. Антон Саев, Павел Ходников, Андрей Фатыхов. Новости. Тагил-ТВ. Главврачи всех больниц и поликлиник Нижнего Тагила, а также представители регионального министерства здравоохранения собрались сегодня в мэрии. Темой совещания, заданной главой города, стал поиск решения проблем, назревших за последние годы. О последствиях реформы здравоохранения в сюжете Сергея Трупанова. Нехватка медицинских специалистов в Нижнем Тагиле привела сегодня к ситуации, когда тагильчане вынуждены за отдельными услугами ездить в уральскую столицу. И, к сожалению, этот недостаток системы здравоохранения люди оплачивают из своего кармана, не считая потраченного времени. Сергей Носов, обращаясь к присутствующим, сообщил, что город будет требовать компенсации расходов пациентам на такие поездки. Никто, кстати, не задумывается о том, что съездить в Екатеринбург и обратно, а иногда осуществить курс лечения в Екатеринбурге из Нижнего Тагила довольно накладный. Я ставлю задачу нашим социальным службам, и мы будем разбирать эти случаи с вами. Каждый случай переадресации отсюда в Екатеринбург буду разбирать лично и ставить вопрос о компенсации из областного бюджета людям затрат на получение медицинских услуг в городе Екатеринбург. Вместе с этим прозвучало и предложение о сотрудничестве. Сергей Носов высоко оценил пилотный проект «Бережливая поликлиника», который проходит испытания на базе 4-й городской поликлиники. Мэр заявил, что администрация готова взяться за разработку проектов внедрения во все медицинские учреждения Нижнего Тагила, по крайней мере там, где это будет необходимо. Мы готовы взять проектирование на себя. Не надо будет выделять деньги на проект, не надо будет проводить конкурсы и так далее. Это мы готовы спроектировать там, где это необходимо, бережливые поликлиники сами. Может не только поликлиники, так называемые приемные покои. Но мне хотелось бы заключить соглашение с Министерством Средновской области здравоохранения, что если мы выдаем проект, что этот проект на полке не будет лежать там 10 лет. Идеи главы города были услышаны и поддержаны заместителем министра здравоохранения. Он со своей стороны отметил, что региональный Минздрав готов идти на контакт с муниципалитетом вплоть до вопросов о кадровых назначениях на местах. Абсолютно правильно говорите. Я зато за это соглашение, тем более, что вы коснули, что оно должно быть планом. То есть конкретные сроки исполнения, чтобы мы могли перед друг другом отвечать и не просто посудили заниматься. Это одно. А второе, у нас контрактная система, главное, вообще, и временной характер. Я думаю, что мы в обязательном порядке это законим не только согласовывать, но и, безусловно, прислушиваться руководству. Потому что действительно, я всегда был, и у меня сердце всегда было за то, что хоть и забрали руководство, да, трудовая книжка, грубо говоря, лежит там, но жизнь здесь. И здесь, конечно, нужно не уворачиваться, главное, чем работать в команде администрации города. Только так, абсолютно. Сергей Трупанов, Михаил Крюков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Зеленый щит из лесов вокруг города необходимо сохранить. Об этом сегодня говорил глава города Сергей Иносов на совещании по экологии. Решено, что для восстановления зеленого массива, пострадавшего от урагана и пожара в прошлом году, необходимо провести санитарную вырубку леса. Специалисты отдела экологии определили пять территорий, подлежащих обработке. Два участка на Малой Кушве, берег реки за поселком Ольковка, участок Загорбунова, а также территория около горы Голый Камень, на которой бушевал пожар. Общая площадь санитарной вырубки – 18 гектаров. Сегодня на совещании мы представляли главе на рассмотрение пять проектов санитарных рубок. Четыре из них – это рубки, которые необходимы для уборки ветровальных деревьев. По результатам урагана июня 2017 года и одна рубка после пожара. Самая большая рубка – это как раз после пожара. Почти пять гектар молодого леса сгорело, которые необходимо убрать, чтобы не произошло дальнейшее заражение лесовредителями и болезнями. В общей сложности все пять рубок занимает не очень большую площадь. Это 18 гектар. С учетом размаха урагана и тех разрушений, которые он произвел вообще на территории Свердловской области, это очень небольшая цифра. В течение этого года планируется убрать древесину, очистить делянки и подготовить их под дальнейшее лесовосстановление. Экологи рассчитывают, что в первую очередь на обработанной территории вокруг Нижнего Тагила будут восходить сосны, ели и другие хвойные породы – самые ценные и полезные для человека. Мне очень порадовалось сегодня, что на тех местах, которые были очищены, год назад, два года фактически назад, уже появились ростки сосны кедровой. То есть кедровник пошел. Если бы это у нас случалось и в дальнейшем, я думаю, мы бы заложили хорошую перспективу для города, для его экологии. Прокуратура завалена обращениями тагильчан в сфере ЖКХ. Это самый большой объем работы. За минувший год в прокуратуру Ленинского района поступило более трех тысяч таких обращений. Часть из них стала поводом для проведения проверок и последующих санкций. Эти данные были озвучены сегодня на пресс-конференции в районном ведомстве. Еще одним серьезным вопросом прокурор Владимир Мартынов назвал нарушение трудового законодательства, особенно в части невыплаты зарплат. Мы достаточно внимательно, тщательно стараемся разобраться по каждому заявлению, которое к нам приходит. И если есть основания, естественно, мы предъявляем исковые заявления в интересах граждан. Всего было выявлено в том году более 200 нарушений в сфере охраны труда. По выявленным нарушениям было предъявлено 43 исковых заявления. Всего расследовалось органами Следственного комитета в прошлом году 4 уголовных дела, значит, два из которых у нас были прекращены органами следствия в связи с добровольным возмещением полностью выплаты. Была зарплата произведена работодателем и дела были прекращены по этому основанию. И два уголовных дела были направлены в суд для принятия решения уже в рамках Уголовного кодекса с определением меры наказания. Также на пресс-конференции подвели итоги работы прокуратуры Ленинского района за прошлый год. Во внутреннем рейтинге по всей Свердловской области ведомство заняло 17 место из 70. Прокурор отметил, что не ставит целью достичь первого места. Главное, чтобы действия надзорного ведомства оказывали реальную помощь в пресечении нарушения законов. Наша главная задача и коллегам я ставлю такую задачу, выявить нарушения, а не сама цель, главное устранить нарушения, которые были выявлены в ходе проведенных проверок и восстановить нарушенные права наших граждан, добиться справедливости и законности их прав. К другим темам. Сегодня территориальные избирательные комиссии и отделы МФЦ начали прием заявлений от избирателей на включение в списки для голосования по месту нахождения на выборах президента. Как сообщает обл. избирком, к этой масштабной работе приступили 80 территориальных избирательных комиссий и 143 отделы многофункциональных центров региона. Подробнее о том, как подать заявление, если в день выборов по 17 марта вы будете находиться не по месту регистрации, поговорим с экспертом в рубрике «Выборы-2018». Гость нашей студии – председатель территориальной избирательной комиссии Дзижинского района Елена Архипова. Елена Вячеславовна, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые тагильчане. С сегодняшнего дня можно подать заявление о голосовании по месту фактического пребывания. Где это можно сделать и как? Да, действительно, особенностью проведения выборов президента в 2018 году является отмена открепительных удостоверений. При этом, если избиратель в день голосования 18 марта будет находиться не по месту регистрации, указанному в паспорте, например, он уехал в отпуск, в командировку, отправился на лечение или просто живет и работает в другом городе, он может воспользоваться своим правом и подать заявление о включении в списки по месту нахождения. Важно отметить, что избиратели, которые уезжают в отпуск за рубеж, они также могут подать это заявление. За пределами нашей страны образован 381 избирательный участок. Что для этого нужно сделать? Начиная с сегодняшнего дня, то есть с 31 января и по 12 марта включительно, избиратель с паспортом может обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или любой центр предоставления муниципальных и государственных услуг, так называемый МФЦ. В Зержинском районе МФЦ расположен по проспекту вагоностроителей 64. Процедура очень простая и если отсутствуют какие-то технические сбои, буквально занимает не более пяти минут. Избиратель приходит с паспорта, пишет заявление, все это в машиночитаемом виде будет и указывает обязательно номер избирательного участка, где он планирует проголосовать. На сегодняшний день, на момент нашей с вами встречи, в МФЦ уже обратились 4 избирателя и написали такие заявления. Также в указанное время, то есть с 31 января и по 12 марта, заявление можно подать в территориальных избирательных комиссиях во всех трех районах. Время немножко другое, оно составляет рабочие дни с 16 до 20 часов, а по субботам и воскресеньям мы заявление принимаем с 10 до 14. В Зержинском районе наш адрес Окунево, 22, это здание администрации Зержинского района, второй этаж, кабинет 225. Пожалуйста, уважаемые избиратели, приходите. Также, если избиратели имеют регистрацию на едином портале государственных услуг, они могут также подать заявление и на этом портале. Ну а уже с 25 февраля такие заявления можно подать в любой участковой избирательной комиссии. Всего в Нижнем Тагиле образовано 155 участковых избирательных комиссий. Мы ждем вас, уважаемые избиратели, чтобы вы воспользовались своим правом и были включены в списки по месту нахождения. На днях обл. избирком сказал о том, что будут созданы участки для голосования лиц без определенного места жительства. Вот где они будут расположены в Зержинском районе и вообще как все это будет происходить? Ну лица без определенного места жительства я бы немножко назвала по-другому. Это лица, которые не имеют по каким-либо причинам регистрации в паспорте. То есть это могут быть совершенно разные причины. Тут существует два варианта. Мы участковые и территориальные избирательные комиссии. Наша основная задача обеспечить реализацию избирательных прав всех граждан. Поэтому граждане, которые не имеют по каким-либо причинам регистрации в паспорте, они могут воспользоваться правом и подать заявление по месту нахождения, которым я вам уже рассказала ранее, либо прийти на специальный участок. Эти участки определены постановлением избирательной комиссии Саратовской области. В частности, в Зержинском районе это участок 21-72. Он расположен в молодежном театре по улице Ильича, 37. В день голосования можно обратиться на этот участок. Если у тагильчан вообще возникают или иные вопросы, связанные с выбором по избирательной кампании, куда им обращаться? Уважаемые избиратели, для того, чтобы вы могли получить любые разъяснения, касаемые реализации ваших избирательных прав, например, уточнить, где находится ваш избирательный участок, разъяснить какие-то положения избирательного законодательства, пожалуйста, звоните на телефоны горячей линии. Они созданы во всех территориальных избирательных комиссиях. Мы ждем ваших звонков с 9 утра и до 18 вечера в рабочие дни, а по субботам и воскресеньям с 10 до 14. В частности, телефон горячей линии в Дзержинском районе 33-43-71. Ну и помимо президентских выборов будут еще одни? Ну, безусловно, выборы президента Российской Федерации – это главное политическое событие в нашей стране в 2018 году. Но и еще одни выборы будут действительно в Свердловской области – это выборы депутатов молодежного парламента Свердловской области. Они состоятся 16 февраля этого года. В этих выборах смогут принять участие молодые люди в возрасте от 14 и до 30 лет. Избирательные участки, если не ошибаюсь, будут открыты с 10 утра и до 16 часов дня. Они будут работать во всех практически общеобразовательных учреждениях, в среднеспециальных учебных заведениях. Но и работающая молодежь, в частности, в Дзержинском районе, сможет проголосовать в Центре подготовки персонала Уралвагонзавода и Дворце культуры «Космос» химического завода «Планта». Гостем нашей в студии была председатель территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Елена Архипова. Уважаемые избиратели, мы ждем вас в день голосования на избирательных участках 18 марта 2018 года. Ну и если, как уже было сказано ранее, вы не сможете по каким-то причинам прийти, ждем вас сейчас, ждем, чтобы вы пришли и подали заявление о включении в списки по месту нахождения. Если какие-то вопросы, звоните. Члены территориальных избирательных комиссий с удовольствием вам помогут и проконсультируют. Их называют чародеями камня драгоценных дел мастерами. Ювелиры во всем мире отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Эта уникальная профессия сочетает в себе и творчество дизайнера, и талант ремесленника. Наша съемочная группа побывала в мастерской тагильского мастера-ювелира, создающего шедевры из уральских самоцветов. Юрий Маточкин работает над созданием очередного ювелирного шедевра. Паяет Сергею из Мельхиора, подарок родственнице. Художник, зачинатель ювелирного дела в Нижнем Тагиле. Его умелых руках камни оживают. Он словно Данила-мастер разгадал тайны уральских самоцветов. В каждом изделии самобытность, уникальность окраски, яркость и неповторимые цветы и формы. Минералы отбирал сам. Помогал ученик Виктор Колесниченко. Мы с ним исходили весь Урал. Выкопали много шуфов, канав, добывали сами минералы. Сами добывали все наши уральские минералы. Привозили сюда, обрабатывали их. Самое интересное в работе, признается мастер, творчество. Ведь все, от эскиза до конечной шлифовки, делается руками одного человека. Вот отполировал камни обсидиан, черный камень. Замечательный камень. И его еще в простонародии называют вулканическое стекло. Обсидиан. Родонит, красный камень. Сидели в месторождении под Свердловском. Агаты. Вот цветной агат. Белый агат. Ювелирные украшения Юрия Маточкина сегодня можно встретить в коллекциях российских музеев и частных собраниях. Каждое изделие уникально в своем роде. Лето, вот эта работа. Она как раз выполнена из тех самоцветов, которыми гордится наша Уральская земля. Уворовит, халцедоны, малахит, хризопраз. Вот тут есть. И она вообще такая живая, интересная. И к ней действительно подходит название «Лето». Стоит Юрию Павловичу взять в руки новый камень, и в его воображении тут же возникает шедевр. Маховой агат. Очень своеобразный, интересный камень. Видите, у него там водоросли, гендриты. Интересные, да? И вот уже берешь камень и думаешь, как же? Ага, и я вот так обрежу, тут обрежу, тут обрежу, тут обрежу, тут добавлю, тут добавлю, тут. Тут равновесие, чтобы в изделии было. Смотришь, и рождается подвеска. Даже вот отдыхаешь, когда глаза закрыл, композиция возникает, что ты глазами встаешь, взял, зарисовал, то забудешь. Работу учеников Юрия Маточкина можно встретить на выставках не только в России, но и по всему миру. В Австралии, Канаде, Германии. Сын мастера Сергей пошел по стопам отца и перенял ремесло. Профессионалист тагильских ювелиров был отмечен мемориальным фондом Карла Фаберже за вклад в развитие российского ювелирного искусства, а напоследок – секрет творческого долголетия от мастера. Желание работать. Желание. Желание. Владислав Безруков, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Рубрика «Экономика и финансы» продолжит выпуск. Выданы первые ипотечные кредиты под 6% для семей, в которых дети появились с 1 января 2018 года, сообщает российская газета. Их получили жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Причем уральская семья с помощью государственной программы снизила ставку по действующему ипотечному кредиту с 13 до 6%. Программа «Семейная ипотека» с государственной поддержкой позволяет взять кредит под 6% на покупку квартиры в новостройке, а также рефинансировать кредит, оформленный ранее на покупку жилья. Сниженная ставка действует в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. И о валюте на завтра. Центробанк России понизил официальный курс доллара США на четверг 1 февраля до 56 рублей 18 копеек. Курс евро, напротив, вырос до 69 рублей 93 копеек. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США – 56 рублей 36 копеек. Покупки – 56 рублей 20 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 70 рублей 10 копеек. Реализовать за 69 рублей 88 копеек. Эстрадно-духовой оркестр Тагилбэнд приглашает на грандиозное шоу «Парад солистов». В программе хиты разных жанров и направлений. 2 февраля в Большом концертном зале филармонии. Проспект Ленина, 31. Выпуск продолжат новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Юниор «Спутник» одержал победу на выезде в Кургане. Последний матч четвертого тура второго этапа первенства высшей хоккейной лиги 2017-18 оказался самым упорным. На льду столкнулись тагильский юниор «Спутник» и курганский юниор. В первом периоде выиграли хозяева льда. Однако дальше дела у юниора застопорились. Игровая инициатива стала утекать от хозяев. И хоть во второй 20-минутке заброшенных шайб не было, но тагильчане были к ней уже ближе, чем хозяева. В последний третий матч у нашей молодежки получилось сравнять счет. Основное время в итоге завершилось в ничью. Овертайм в формате 3 на 3 тоже не отличался активностью команд. Обе скорее поглядывали на свои ворота, нежели на чужие. Позатянулись и булиты. Вместо 10 юниорам понадобилось целых 18 бросков. Решающим стал последний в исполнении тагильчанина Дмитрия Синякова, поставившего точку в этом поединке. В итоге два очка отправились в Нижний Тагиль. Буквально два часа назад завершился матч спутников в Китае. Наши вобры встречались с командой Ценг Тоу. Итог игры 1-0 в пользу хозяев. Подробности этой встречи расскажем завтра в итоговом выпуске новостей. В Екатеринбурге сформирована команда волонтеров предстоящего мундиаля. Сегодня завершилась кампания по отбору городских волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года. В конкурсе приняли участие более 2000 человек. В течение 9 месяцев кандидаты проходили собеседование. Их результаты будут обработаны до конца марта. Тысяча человек, набравших наибольшее количество баллов, и составит команду волонтеров предстоящего мундиаля. Они будут создавать атмосферу праздника в городе, осуществлять навигацию и информирование гостей и болельщиков чемпионата. Высокие результаты показали тагильские спортсмены на первенстве области по боксу в Нижней Туре. Состязания проходили в двух возрастных группах среди юношей 13-14 и 15-16 лет. 9 медалей у воспитанников спортшколы «Тыглстрой». Первые места заняли Егор Терещенко, Рустам Абдулоев, Дамир Хайдаров и Алексей Кузин. Два чемпиона в составе команды спортшколы «Спутник». Константин Королев и Александр Кайер. Представитель «Уральца» Владислав Соколов – пронзовый призер. Финалисты получили право выступить на первенстве УРФО по боксу. Такова была информационная картина среды. Следующие выпуски новостей смотрите в 23 часа и в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на канале Тагил ТВ 24. А мне остается напомнить, если вы стали очевидцем интересного события и вы ли успели снять уникальный момент на камеру, присылайте нам. Звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru а также присылайте свое видео в раздел «Мобильный репортер». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok